Восприимчивость к внушению Восздействия совершенно теряют значение, если они исходят от лиц неприятных или нам несимпатичных Таким образом, любовь повышает впечатлительность к внушению, а нерасположение действует обратно В том же направлении, то есть повышая восприимчивость к внушению, действует доверие, уважение и страх Если мы получаем совет от лица, которому доверяем, то это ощущение доверия привлекает на себя наше внимание И непосредственно определяет наши мысли и поступки Если же этот самый совет дан нам лицом сомнительным, то мы подвергаем его критике и следуем ему только тогда, когда сами убедимся в его правильности, да и то не всегда Доверие располагает нас к немедленному исполнению совета, то есть повышает способность воспринимать внушение В таком же направлении действует чувство уважения, например, подчиненного к начальнику, младшего к старшему и так далее Если привычка повиноватия уже раз установилась, то послушание невольно является и там, где высшее лицо ничего не приказывает Везде, где замешано чувство, почтение, например, у детей к родителям, у учителям, у приступки к господам и тому подобное Воспринимчивость к внушению различным образом повышена И не только прямые приказания и советы, но и поступки действуют в качестве внушения На этом основано значение примера Наклонность и стремление к подражанию существует не только у детей Недаром говорится, каков пастырь, таковы и посомы По обращению служащих, например, в конторе Всегда можно заранее предсказать, как отнесется к нам хозяин Пример также легко заражает, как самая заразительная бацилла И как против известной болезни делаются прививки той же болезненной материи Также пример может действовать устрашающим образом На этом, однако, сходство останавливается Иммунитет достигается посредством прививки ослабленных разводок Напротив, для того, чтобы устрашить, пример должен быть усилен, доведен до карикатуры Из всех аффектов страх, может быть, всего более повышает восприимчивость к внушению Если мы кого-нибудь боимся, то есть ожидаем от него чего-нибудь неприятного То наше внимание напряженно следит за всеми его действиями, чтобы своевременно уклониться от последствий его неприязненного отношения Ввиду такого постоянного и сильного влияния его на наши мысли и поступки Всякое малейшее действие его имеет силу внушения И человек должен обладать большой самостоятельностью и самообладанием Чтобы отбросить всякое предвзятое мнение и подозрение относительно особы, которой он боится Редкие исключения только подтверждают правила Очевидно, что тот, кого мы боимся, обладает известной силой для вреда или пользы Без этого его нечего было бы и бояться Но для возможности внушения совершенно безразлично, обладает ли устрашающее лицо действительно этой силой Или она существует только в нашем воображении На этом факте основано то могущество, которым обладали во все времена колдуны и прорицатели Приписываемые им силы были вполне фантастичны И вся реальная власть их заключалась в высоко развитой способности делать неотразимые внушения При моих волшебных опытах я имел случай испытать С каким почтением, несводным, несвободным даже от примеси страха Относились к моим действиям даже образованные люди У молодых дам я мог вызывать частичную каталепсию Только взяв их за руку и смотря на них в упор Когда я предлагал им отнять руку, то это оказывалось неисполнимым Рука была как бы парализована Под влиянием страха внушение может принять совершенно непредвиденное направление Вызвав эффект, совершенно противоположный задуманному Такое явление называется обратным внушением Всего чаще примеры такого рода мы видим при запрещениях Мысль о запрещенном до такой степени завладевает вниманием Что у субъектов, склонных к внушению, переходит в неудержимую потребность нарушить запрещение Крайне важное замечание для воспитателей Приведу примеры своего детства Одиннадцатилетним мальчиком я имел учителя, вид которого внушал мне такое отвращение Такого я не испытывал никогда в жизни Кроме всего прочего, у него были такие острые глаза Что они невольно приковывали к себе мое внимание Однажды к концу урока он вдруг прервал объяснение и строго приказал тому, кто щелкал языком Прекратить это занятие, так как он не выносит этого звука Я был совершенно не повинен в этом, потому что вид учителя так устрашал меня, что я сидел ни жив ни мертв Однако внушение подействовало Опасаясь, чтобы как-нибудь не произвести запрещенного звука, я все силы ума сосредоточил на акте проглатывания слюны Которая при нормальных условиях совершается рефлекторно Я так усиленно старался подавить всякое движение глотания Что рот переполнялся слюной и, будучи принужден наконец проглотить ее, я громко щелкнул языком Конечно, меня наказали Но зато всякий раз в присутствии этого учителя я испытывал страшное стеснение при глотательных движениях Это типически примеры обратного внушения Запрещение вызывает как раз запрещенное действие в силу повышения восприимчивости к внушению, обусловленного страхом Аналогично с доверием к кому-либо действует и убеждение в правильности известного воззрения Каждая вера, каждое глубокое убеждение Безразличное в какой-либо области Религиозное, философское, политическое Ведет к тому, что все совпадающее с нею без дальнейших рассуждений считается истинным Все противоречащее ложным Такой эффект зависит от чувств, возбуждаемых в нас согласием или не согласием То есть чувств удовольствия или неудовольствия Эти чувства у большинства людей служат почти всегда единственным доказательством истины какого-нибудь положения Завладев вниманием человека, эти чувства непосредственно входят в его сознание И получают влияние на его мысли и поступки От противоположных представлений внимание отстраняется вследствие внушаемого ими Другими словами, определенное верование или убеждение повышает способность к восприятию всякого внушения, которое с нею совпадает В то же время уменьшая ее по отношению ко всему противоположному Так называемое пристрастие есть не что иное, как известное выражение подобных психических отношений Оно есть, так сказать, их интеллектуальное следствие Если мы пристрастны к чему-нибудь, то мы замечаем лишь то, что совпадает с нашим мнением И будем игнорировать противоположные факты Усиление восприимчивости к внушению, обусловленное известным верованием Влечет за собой еще другие интересные явления Опыт учит нас, что внушения, воспринятые при таком повышенном предрасположении Могут влиять не только на мысли и поступки данного лица, но и на все его физические, на все духовные функции Наблюдательная деятельность органов изменяет свой характер Воспоминания перестраиваются, мысли получают новые направления Совершаются поступки совершенно несогласные с нормальным характером субъекта Физиологические функции изменяются, в известных, конечно, границах Даже болезни могут быть вызваны или извлечены и так далее Извлечены Пример такого рода мы уже имели при описании обратного внушения Все перечисленные явления обыкновенно вызываются воздействием других людей И могут быть вызваны извне, со стороны Но они могут быть также вызваны внутренней психической работой данного лица И носят тогда название самовнушений Последние также возможны только на почве повышенной восприимчивости к внушению Являющиеся следствием известной веры или убеждения Как пример опишем одно из симпатических средств, употребляемых против бородавок Бородавку натирают красной полевой улиткой И последнюю накалывают на шип растения Когда улитка высохнет и свалится, отваливается и бородавка Средство это очень употребительно в Сюрихском кантоне, в Ирландии и кое-где в Германии Сок улитки не имеет никаких целебных свойств Еще меньше, конечно, может иметь значение смерть несчастного животного Но если это средство применяется с твердой верой в него То под влиянием самовнушения бородавка на самом деле исчезает Следовательно, здесь, как и в очень многих случаях, деятельная сила есть вера Если одновременно будет действовать несколько факторов, увеличивающих восприимчивость к внушению То она может достигнуть громадных размеров Это, например, бывает, когда одно лицо, пользующееся полным доверием другого Побуждает его к известным действиям, согласным с его собственным верованием Вера и доверие настолько повышают восприимчивость к внушению И что действия вместе могут повести к необыкновенным результатам Все мы знаем, какие в самом деле чудесные действия Как хорошие, так и худые, совершаются опытными наставниками, учителями и так далее Умеющими заслужить доверие своих воспитанников Сторин приводит много таких примеров Вот один из самых поразительных В Англии некоторый чувственный фанатик Генри Джеймс Прайс До того отуманил своих последовательниц Что имел возможность в основанной им храме любви Агапемони при полном собрании верующих Лишить невинности красивую девушку Миспе Причем он заранее объявил, что во имя Бога Сделает женою прекрасную деву И совершит это не в страхе и стыде Не в скрытом месте при запертых дверях А среди дня при полном собрании верующих обеих полов Невероятная церемония была действительно исполнена Комментарии излишни Однако такой факт далеко не единичен в истории религиозных сект Всякий нормальный человек должен понять Какое неизмеримо сильное внушение Должен был производить Прайс и его учение На мысли и чувства всей общины Чтобы заставить верующих присутствовать при подобной церемонии Этот потрясающий пример не только доказывает всю силу внушения Но указывает нам на тот новый факт Что очень многие люди одновременно могут получить внушение В одинаково направлении Такие массовые внушения в истории человеческого рода Играли конечно немалую роль Первые и пятые крестовые походы Представляют собой несомненный результат массового внушения Что ясно видно из каждого Сколько-нибудь обстоятельного изложения их возникновения Как исходная точка суеверий Массовое внушение имеет также большое значение Его можно найти везде В основе тех случаев Когда многие люди имеют одни и те же галлюцинации К сожалению явление массового внушения Еще очень мало разъяснено Вследствие трудностей Применить к нему метод экспериментального исследования В своем небольшом, но интересном сочинении Психологии Дефулес Лебон историческим путем доказал Что толпа всегда более склонна к внушению Чем отдельные люди История суеверий и волшебств Пояснение Не будь в человеческой душе способности воспринимать внушения У педагогов, законодателей, пророков и посланников Божьих не было бы духовных основ Для насаждения в человеческих обществах Правил, законов, повелений И без них не было бы никакого прогресса Ни в умственном, ни в социально-экономическом Ни в религиозно-нравственном отношении Таким образом, эта способность весьма ценна Злоупотребление ей ничего не говорит против нее Потому что злоупотреблять всем можно Глава двадцатая Способность человеческого духа к созиданию Объяснение термина сознания и самосознания Сознанием называется всякое изменение души Под влиянием внешних возбуждений То есть перевращение физического и физиологического процесса В психологический или душевный Сознание в этом смысле значит то же, что ощущение, восприятие И прямо заменяется этими терминами Когда при существовании физической и физиологических условий Такого или другого душевного изменения Это последнее почему-нибудь не является Что бывает весьма часто То это состояние называется Несознаваемым или бессознательным Такой смысл имеют слова сознательность Сознание, сознавать Когда говорится, что раненый солдат в полусражении Не сознает полученные раны Что дитя, находясь на краю пропасти Не сознает опасности своего положения При этом душевное состояние Как вполне готовое возникнуть Представляется как бы существующим Только невоспринимаемым душою Сознание как явление превращения физического в психическое Как основное Поэтому свойства души, отличающие ее от физического И явление душевное от физических Сознание как самооткрытие душевного Есть факт первичный, космический Неразложимый и необъяснимый Как природа души Он не подлежит дальнейшему исследованию Сознание как отнесение данного явления к себе Знание о нем как о своем собственном Состояв в сосчитании явления душевного С идеей личности или я Предполагает эту идею Есть сложный умственный акт Который отчасти отличается от других видов сознания Особым названием Именно называется самосознанием Его исследование потому целиком Принадлежит теории умственной деятельности Факты сознания Существует три факта Которые решительно подрывают основу Материалистического воззрения Это именно факты Духовного, нравственного И религиозного сознания Первый факт Есть факт мысли И особенно самосознание Если все есть только произведение мозга То каким же образом происходит самое мышление Мозг есть только орган Кто же приводит этот орган в движение Для этого необходима сила Которая сама не есть опять чувственного свойства Эта движущая сила должна соответствовать своей деятельности То есть должна быть духовного свойства Но высшее действие этой духовной силы Мысли Есть самосознание Как можно считать его лишь простым актом мозга Когда оно скорее есть духовное дело человека Которое во всем остальном земном существовании Не имеет ничего себе равного Нечто соответствующее мысли или суждения Можно находить также у животных Но самосознание есть нечто специфическое Есть совершенно новый принцип Который выводит человека далеко за область Остальной земной жизни Есть самое духовное Что только существует на земле В чем человек сам себя отрешает от всего Что он имеет в себе И понимает и мыслит себя В своем чистом единстве С самим собою И это самосознание остается тем же самым При всяких изменениях Которые вообще могут происходить с человеком Как совне, так и внутри Было бы решительно смешно называть его продуктом вещества Так как он находится в отрешенности от всякого вещества Другой факт есть факт нравственного сознания Нравственное сознание, совесть Есть такой же факт, как и наше тело Оно не есть что-либо навязанное нам Что-либо привитое, внушенное Но всякому нравственному проявлению Совне Внятным отголоском ответствует Внутренний нравственный голос Насколько человек остается человеком В нем неизменно существует это нравственное сознание Оно может быть помрачено, извращено Но всегда существует и продолжает служить Основной нравственной жизни Основой И даже при всяком извращении В не меньшем смысле есть факты Религиозное сознание Это внутреннее стремление человека к высшему существу Которое отображается в его сознании И неизменно проявляется повсюду Где только существуют люди Такой же факт духовной жизни, как и всякий другой И даже если бы смотрели на него, как на заблуждение Во всяком случае, факт его существования Нужно признать и уметь объяснить самую возможность его Но он был бы невозможен, если бы мы все считали Только произведением материи На этих трех фактах между тем и основывается Вся высшая жизнь человека Материализм старается отвергнуть ее Но то, что он сам предлагает на место ее Есть в конце концов озверение человечества Только где высокомерная заносчивость человека И служит причиной того, что он так высоко ставит себя над животным миром Полагает материализм А между тем, как происшедшие от животных Мы в действительности оказываемся высшего и более благородного происхождения Чем как происшедшие из праха Учат Дарвин, Гекк или другие Имея в виду с одной стороны свое учение Происхождение человека от обезьяны И с другой библейское учение Происхождение человека из земли Смотри Апологии христианства Лютарт Приложение Душа и телесные органы ее Анализируя человеческую душу Мы убеждаемся, что в этом мире она руководствуется органами чувств И мыслит при помощи мозга Отсюда ясно, что деятельность души в прямой связи с нашим телом Но из этого не следует то, что утверждает материалист А именно, что познают, воспринимают и чувствуют органы чувств, а не душа И что мыслит опять-таки самый мозг А не сокрытая в нас интеллектуальная сила Несомненно, что душа, тесно связанная с органическим телом Может чувствовать и мысли только через посредство его Между органами чувств и душой существует соотношение Которое можно сравнить с действием очков на глаза Очками, как известно, обуславливается не самое зрение А то или другое свойство его Так, например, увеличение, приближение или отдаление предметов Ослабление света и прочее Точно так же и органами чувств обуславливается не само познавание или восприятие А только тот или другой род ощущений Так что органы чувств и мозг являются для нашей души как бы очками Которые мы сбрасываем в момент смерти Вот поскольку правы материалисты Наше сознание распространяется только на мозговые представления Стало быть, наше сознательное мышление Во всяком случае не исходит непосредственно от души И, конечно, изменится после смерти Подобно тому, как изменяется свойство зрения В самую минуту, когда снимает с глаз очки Силу постоянного употребления очков Человек забывает и в конце концов даже перестает сознавать природные свойства своего зрения Таково же и отношение его к своей душе Пока мы живем на этой земле И обладаем аппаратом для познавания и восприятия, я разумею, мозг и органы чувств Или что тоже духовные очки Наше субъективное я, обуславленное непосредственно душою Ускользает от нашего сознания Вот почему духовные отправления, которые не имеют ничего общего с нашей телесной оболочкой То есть, так можно выразиться, самая сущность нашей души Пока еще совершенно неизвестны нам Это-то сокрытая, неизведанная сила человеческой души И не может подлежать смерти Что же касается дочувствилища Тесно связанного с нашим телом То оно вполне подлежит притязаниям материализма И мы смело можем предоставить ему эту область Смотри, крест над Глетчером Карла Дипреля Человеческий дух способен к самостоятельной, чисто духовной деятельности Припосредствии лишь нервного аппарата Все, что доказала новейшая физиология Так это тесную зависимость психической жизни от физиологических процессов Более тесную связь между душевными явлениями И строением и функциями разных частей нервного механизма Чем это предполагалось прежде Но материальный характер психических явлений остался недоказанным И нет никакой надежды, чтобы он когда-нибудь был доказан Мы будем излагать свои мысли в связи с разбором мнений профессора физиологии Ковалевского По поводу его речи Как смотрят физиологи на жизнь вообще и психологическую в особенности Ковалевский, как и большая часть физиологов одного с нами направления Убежден, что для доказательства материальности какого-нибудь психического процесса Достаточно указать, что происходит в тех или других частях нервного механизма По его взгляду устройство нервной машины Связь ее отдельных частей И те молекулярные движения, которые распространяются между ними Составляют самое существо психической жизни Таким образом для него нет существенного различия между нервным и психическим процессом И поэтому этот последний материален Но его убеждение, которое и прямо высказывается и сквозит во всех рассуждениях автора Не имеет за себя оснований Оно принято им как особого рода кредо, помимо всяких доказательств Все, что Энно Ковалевский говорит об органах чувств, о мозговых клетках и их вибрациях О рефлексах простых и сложных Касаются одной только стороны дела Именно физиологических условий психической жизни Но тот факт, что вместе или параллельно с этими нервными возбуждениями Их распространением по нервным путям идет ряд психических состояний Состояние особого рода непохожих на молекулярные движения Остается неприкосновенным Двойственность физиологических и психических процессов Или дуализм духа и вещества Утверждаемый психологами Твердо стоит против всех усилий автора Стушевать один из членов этого контраста Все его выражения вроде Нервная память Есть общее свойство материи и тому подобное Просто лишь прикрывает психологическую сторону нервных процессов Нисколько не доказывая ее материальности Чтобы наше обвинение не показалось голословным Мы скажем несколько слов о каждом из тех психических явлений Материальность которых автор считает доказанной Он говорит, например, что утомление есть чисто физиологический Или физико-химический процесс И доказывает это экспериментом над вырезанной мышцей Но на самом деле автор предлагает лишь объяснение И объяснение, конечно, весьма ценное Тех условий, которыми вызывается в нас чувство утомления Правда, чувство усталости обуславливается химическим разложением мышечного вещества Но само есть психический факт в существе дела Нисколько не похожий на молекулярные изменения мышечной ткани Мышца, отделенная от организма, представляет все химические явления, описанные автором Но не имеет и, насколько мы знаем, не может иметь чувство утомления Тоже следует сказать и об ощущении Все, что автор говорит о внешних агентах, вызывающих нервный процесс в органах чувств А также о приспособлении этих последних к восприятию тех или других впечатлений Касаются лишь физиологических условий Которые нужны для того, чтобы произошло ощущение Но чтобы ощущение было то же самое, что и все эти нервные раздражения и движения Это не доказано Ощущение красного света есть факт особого рода Не похожий на волнообразные движения в сетчатке, распространяющиеся по зрительному нерву И передаваемые в соответствующую часть мозга Ощущение температуры гораздо меньше имеет сходства с движениями в нервах и нервных центрах Чем эти движения с волнообразными движениями, распространяемыми нагретым телом Ощущение не есть движение, не есть перемещение частиц материи с одного места на другое Но есть особого рода факт, который мы наблюдаем в себе непосредственно Поэтому нельзя сказать, чтобы ощущение было материально Так как оно не имеет тех свойств, которые мы приписываем материи Ковалевский, без сомнения, знает лучше, чем автор этой заметки Сколько психологических фактов входит в образование пространственных представлений Недостаточно, чтобы образ предмета отразился на сетчатке Недовольно, чтобы молекулярные движения, соответствующие каждой точке светового изображения Распространились на те ганглии, в которых теряется оптический нерв Каждое из возбуждений, вызванных в пестиках ретины, служит лишь знаком Который должен быть еще истолкован в его отношении к другим подобным же знаком Для того, чтобы у нас возникло представление протяженного предмета Ковалевскому, без сомнения, известны факты так называемых бессознательных заключений Завитых в восприятии предметов внешнего мира Он знает все новейшие исследования относительно контраста цветов И должен согласиться, что если после впечатления красного света мы видим на белой бумаге его дополнительный цвет То это явление включает в себя психологический факт бессознательного осуждения Если параллельные линии, соединенные попарно-костными поперечными линиями Направляющимися то вверх, то вниз Нам кажутся расходящимися То впечатления на орган зрения получаются такие Которые даются линиями параллельными Почему же, спрашивается, мы видим их не параллельными Отчего круг при известных условиях кажется нам составленным из четырех дуг ни одного круга Отчего одну и ту же линию мы считаем то короче, то длиннее Ковалевский ответит, что при восприятии предметов внешнего мира происходит более тонкая механическая работа мозга С чем предполагалось прежде новейших исследований, констатировавших все приведенные факты Но не подлежит сомнению, что одной этой механической работой без психических фактов сравнения А одних впечатлений с другими Их развлечения, запоминания и тому подобное Невозможно объяснить даже такового, по-видимому, простого факта Как восприятие предмета в его трех измерениях Почему образ, рисующийся на сетчатке лишь в двух измерениях Истолковывается нами как предмет, имеющий протяжение Не только в длину и ширину, но еще и в глубину Ковалевский знает, что для этого восприятия третьего измерения Нужны опыты, предполагающие целый ряд сравнений и заключений Но все сравнения, все усмотрения, сходства и различия Все заключения от действительных впечатлений к впечатлениям возможным Все это психологические факты Они предполагают, правда, некоторую работу мозга Но не исчерпываются ей И смешивают их с молекулярными движениями мозгового вещества Смешивать Нет никакого основания Тот дуализм, который автор старается Сгладить, да, но уже в факте Чувственного восприятия или ощущения Посмотрим, например, что такое С физиологической стороны развлечение Мы имеем впечатление А Имеем вместе с ним или вслед за ним впечатление Б И чувствуем между ними разницу Мы должны ее чувствовать, потому что иначе ни то, ни другое Вспечатление не будет создано нами Не примет того особого характера, который делает его ощущением Впечатление А соответствует некоторое физиологическое состояние Впечатление Б соответствует другое, отличающееся от первого Состояние нервов и мозга Каким образом усматривается различие между этими нервными состояниями? Одно состоит в движениях известного рода Другое состоит из движений нескольких различных Но каким образом одно движение знает, что оно больше или меньше другого? Ковалевский скажет, что он не берется объяснить сознание А мы ему отвечаем, что в таком случае Одними материальными причинами он не может объяснить и ощущение Потому что ощущение предполагает непостижимое для него чувство различия Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...